Секреты тайной комнаты Глава 27 Секрет того, как чувствовать себя привлекательным для Бога Когда вы приходите к Богу, как Он на вас смотрит? Ваш ответ на этот вопрос жизненно важен для успеха в ваших отношениях с Богом. И обвинитель знает это. Обвинитель хочет, чтобы вы видели Отца жестоким, требовательным, вечно недовольным вашим поведением, постоянно разочарованным вами и пришедшим в полное отчаяние по поводу вашего медленного духовного роста. Если эта карикатура вашего Небесного Отца хоть капельку похожа на его образ, который вы рисуете себе, это ложная идея Божьего отношения к вам начнет управлять вашей эмоциональной реакцией на Него. Вы быстро устанете, пытаясь угодить Ему, а ваш Дух не сможет воспарить в свободе нежного восхищения, которое Бог приготовил для вас. Нет ничего более смертельного для тайной комнаты, чем ложное представление о том, как вас воспринимает Бог. Нет ничего более могущественного и вдохновляющего, чем обновление вашего ума посредством Его Слова, когда вы начинаете понимать то, как Он к вам относится. Когда вы полностью осознаете тот факт, что Бог улыбается, глядя на вас, что Он жаждет вашей компании, что Он хочет быть вашим сердечным другом, тогда эта истина начнет прикасаться к вашей эмоциональной сфере, и вы почувствуете себя привлекательным для Бога. Это понимание способно коренным образом изменить ваше отношение к Богу. Все начинается с осознания того, что чувствует Бог по отношению к Христу Христа. В книге Откровения, 5 глава, 6 стих, Иисус описан как агнец, стоящий пред вечным престолом, как бы закланный. Другими словами, смерть Христа также свежа в воспоминаниях Бога, как если бы это случилось только что. Время не сможет стереть ужаса Голгофа в глазах Бога, не сможет оно повлиять на могущественное искупляющее действие крови Христа. Бог вечно и беспредельно страдает из-за креста, на котором был распят Его Сын. Те, кто полагают свое упование на это великое проявление любви, становятся под всепокрывающую милость могущественного Бога. Ваша вера в жертву Христа раскрывает безграничное страдание и обильную радость Бога, который жаждет воссоединиться с вашими вечной нежности. Так как вы полюбили того, кого любит Отец, у вас произошло автоматическое соединение с Богом. Вы – Его ребенок. Вместе вы – семья. Когда вы знаете, что привлекательны для Бога, вы с дерзновением входите в Его присутствие. Вы входите в Его присутствие так, как Он хочет, с поднятым лицом, с ожиданием в глазах, с улыбкой и наслаждением, с энтузиазмом в голосе и горящим сердцем. Но это не значит, что Он менее рад вас видеть, когда у вас трудности. Он знает ваши слабые стороны, Он видит ваши неудачи и не перестает относиться к вам, как к своему ребенку, и радуется вам, даже когда вы падаете. Ему нравится, когда вы поднимаетесь и продолжаете идти к Нему в объятия. Как принято осознавать, что мы можем принести в Его присутствие весь букет наших несовершенств и неудач. При этом Он с любовью обнимет нас, и будет рад нам. Он наслаждается нами на каждой стадии нашего процесса взросления. Псалом 44 глава 12 стих передает переживания нашего возлюбленного Господа, взирающего на нас следующими словами. «Возжелает царь красоты твоей». Именно так царь смотрит на свою невесту, которая оставила все, чтобы присоединиться к своему мужу. «Вы сногсшибательно прекрасны для Иисуса. Когда Он взирает на вашу красоту, Он желает быть с вами и вечно обнимать вас. Приходя в тайную комнату, вы заходите в покое царя, упойного вашей красотой. Не только вы жаждете Его присутствия, но и Он вашего тоже. Мы можем назвать это секретом привлекательности. Он кроется в осознании того, что Бог находит нас очаровательными. Такое понимание вдохновляет постоянно желать пребывать в Его покоях. Когда мы приходим в Его славное присутствие, то изменяемся в Его образ. 2 Коринфянам 3 глава 18 стих. А постоянное преображение в образ Христов делает нас, если такое возможно, еще более привлекательными для Него. Когда невеста украшает себя в благолепии святыни, Псалом 109 глава 3 стих, Бог изливает на нее преизбыток своей нежности. То, что в первом послании Петра 3 глава 4 стих называется «Сокровенный сердце человек» становится невероятно красивым под кровом Всевышнего, где нетленная красота кроткого и молчаливого духа совершенствуется благодаря близости. Именно здесь невеста начинает взывать «Положи меня, как печать, на сердце Твое». Песня Песней, 8 глава, 6 стих. Невеста говорит своему возлюбленному «Пусть гноя жизни будет связана с моей жизнью, пусть вся нежность и привлекательность Твоего сердца будет сосредоточена на мне. Сделай меня центром Твоей вселенной. Я не хочу, чтобы Ты переживал что-либо без меня. Я желаю разделить с Тобой все увлечения и чувства Твоего сердца. Пусть Твои мысли станут моими мыслями. Я хочу соединиться с Тобой в любви». Это желание стать его задушевным другом. Задушевный друг – это тот, кто не только делает те же заключения, что и Вы, но и приходит к ним тем же путем. Такие люди думают, как Вы. У них такой же ход мыслей, как и у Вас. Ваши мыслительные процессы протекают одинаково. Ваши реакции на жизненные ситуации совпадают. Иисус обращает Свою невесту в задушевного друга. А тайная комната – это место, где возрастает и разгорается любовь. Вы не только привлекательны для Иисуса, вы также находитесь в крепких объятиях Вашего Небесного Отца. Он называет Вас «Зеницей ока своего». Второзаконие, 32 глава, 10 стих. Захария, 2 глава, 8 стих. Это означает, что Он охраняет Вас и ценит так же, как и Вы цените зрачок Своего глаза. Посвящение нашего Отца нам подобно описанию посвящения Иакова своему сыну Вениамину. «Теперь, если Я приду к рабу Твоему, Отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душою, которого связана душа Его, то Он, увидев, что нет отрока, умрет. И сведут рабы Твои, седину раба Твоего, Отца нашего, с печалью во гроб». Бытие, 44 глава, 30 и 31 стих. «Они сказали про Иакова, что с душою отрока связана душа Его. Иаков представляет Вашего Небесного Отца. Душа Вашего Отца также связана с душою Его возлюбленных детей. Он живет, как видит, что живы Вы. Он приходит в восторг, когда видит, что Вы добиваетесь цели. Он радуется, когда Вы освобождаетесь. Он доволен, когда Вы пребываете в покое». Он объяснил такое удивительное понятие, как искупление, потому что Его сердце связано с Вашим. Вы – центр Божьей Вселенной. Иисус засвидетельствовал эту истину во время молитвы к Отцу. «Да познает мир, что Ты возлюбил их, как возлюбил Меня». Иоанна, 17 глава, 23 стих. Представьте себе, Бог любит Вас так же сильно, как любит Своего Единородного Сына. Он испытывает к нам те же чувства, что и к Своему святому, непорочному, бескорыстному Сыну. «Невероятно! Бог имеет глубокие и сильные чувства ко Мне, чем я к Нему. Даже когда мое желание горячо и ярко, оно и близко не стоит силой Его любви ко Мне». Вот что подтверждает правоту этой мысли. «Сила моей любви весьма ограничена, потому что я могу сконцентрировать свои мысли только на одной вещи в единицу времени. Значит, когда я работаю или совершаю свои повседневные дела, познавательные мысли о Боге полностью исчезают из моего разума. Мой разум вернется к Господу спустя несколько часов, но в определенные периоды времени я даже не думаю о Нем. Он же никогда не перестает думать обо Мне. Его глаза постоянно обращены ко Мне, а Его мысли непрестанно сконцентрированы на том, кто Я и кем Я хочу, и кем Он хочет, чтобы Я стал. Когда же я мысленно возвращаюсь к Нему, Дух мгновенно свидетельствует, «Я был здесь все это время, ожидал Тебя, Я так люблю Тебя». Он ожидает, когда же вы придете к Нему. Он ждет всю ночь напролет, наблюдает за вами, ожидает вашего пробуждения в надежде, что Он будет вашей первой утренней мыслью. Вам даже не надо беспокоиться о том, хочет ли Он, чтобы вы пришли в тайную комнату или нет. Он ждал вас так долго, и Он будет ждать вас столько, сколько потребуется, потому что Его сердце связано с вашей жизнью. Пусть прибудет на вас благодать свыше, чтобы вы могли по-настоящему познать реальность этого могущественного секрета. Бог находит вас привлекательным. Господи, пусть больше никогда я не буду удерживать себя от объятий Тебя.